Друзья, это Киев, церковь Благодарения, наша недельная зебраня. Мы собираемся, чтобы воспоминать Господа, чтобы наша вера укреплялась, подкреплялась. Мы свечем, про то, что в нашем жизни происходит, что есть в нашем жизни, как Господь у нас рухается в нашем жизни, что Господь делает. Мы сдаем Господу за это славу. Для всего мы собираемся, чтобы друг друга подкрепить, друг друга вдохновить, поделиться верою, псалмом, мудростью, стихом, откровением. Таким образом мы делаем служение. Сегодня первый день месяца. У нас будет сегодня хлеба. Наша церковь у нас мает контакты. Церковь Подяка служит молитвой по всему миру. Мы контактуем с братами из Кении. У нас есть совместная молитва с братами из Кении. Также церковь служит молитвой по Филиппинам. Я молю за Филиппинам, контактую с филиппинцами. Ось. Тобто наше служение на улице. Дивляться много людей из разных стран. Тому мы поделаем им тоже до них повагу, когда они слышат свою мову английскую, филиппинскую, читайскую. Тобто, я сказал Господь наш Иисус Христос, чтобы вы ишли до края земли и проповедовали Евангелие Царства Божия всякому творению. Кто верует и крестится, спасен будет. Кто не верит, осужден будет. Мы, верующие, слава Богу, в Евангелие, верующие в Господа, и мы каждый день, и мы каждый день чувствуем Божию присутствие в своем жизни, Божий мир, Божий спокойствие. Вот. Мы чувствуем этот контраст, когда мы спим, потом мы проснулись, еще мы не вошли в дух, а когда входим в дух, мы чувствуем Божию присутствие, Божий мир в сердце, радость в сердце, натхнение. Бывает так, что ты ничего не видишь, что было вчера, как бы, и как ты видишь вчера, когда тебя и ты ничего не вспомнил, а когда Божий дух приходит, он тебе освежает на памяти, на сердце, когда мы движемся в своем жизни, какие цели мы ставили, которые цели Господь в нашем сердце обновлял, освежал, показывал, куда мы движемся. И так же мы каждый день, мы, общаясь с Господом в молитве, поклонении, читая Божие Слово, назидающись, размышляющись, мы в своем сердце освежаем этот шлях, куда мы идем, куда нам Господь показал для каждого из нас и ты. Тобто нам потребно пасти, но в нашем сердце освежать, и сегодня мы будем освежать свой завет крови с Господом, как Господь сказал, чтобы в мое воспоминание преломляли хлеб и вино, плоть и кров Господню в его воспоминание, чтобы быть, чтобы мать часть с Господом. Это повеление Божье, и мы жаждем и стремимся войти в Божье Царство, мы в него духом вошли, чтобы это спасение мы сохраняли до конца, чтобы мы прошли через это жизнь, и чтобы мы вошли в Божье Царство уже в вечности, когда наш дух выйдет из этого тела и будет встреч с Господом. Мы получаем новое тело, новую землю, мы видим вечность, где будет вечное жизнь у нас. Тут наше жизнь скоротечное, скоротечное, и мы в целом жизни демонстрируем свой выбор, что мы в жизни выбрали в этом жизни. Мы демонстрируем через свои воспоминания действиями, поступками своими, мы демонстрируем, каким духом мы руководствуемся в этих вчинках. Чи духом Божьим, чи духом Миросевого, духом нечистим. Бо люди, которые творят злые вчинки, они демонстрируют свой выбор, которого они духом. А также мы, делая вчинки из Духа Святого, демонстрируем, из которого духом мы, друзья. Добто, друзья, и таким чином мы живем все життя. Живем все життя. Люди набирают через злые вчинки собою и меру суда, которая будет над ними. А мы, демонстрируем, и мы убиваемся Духом Святым, его силой обновляется через наши вчинки. Это дия Божьего силы, мы в этом пребываем. Оно нас хранит, Господь, от этого мира, от зла. И таким чином дух Святый нас ведет через это життя, чтобы мы вошли в Божье царство. То есть, друзья, как написано в последние часы, зло будет дойти злодейски. То есть, зло будет увеличиваться, усиливаться в нашем жизни и в нашем повсякденнем в Украине и по всему святу. Зло будет усиливаться. Люди будут отходить от добра. И таким чином они соби будут набирать мир для суда над ними, как Господь. То есть, это люди, которые сделали свой выбор и определены для суда вечные мучения. А те, кто наоборот, те для вечного життя. То есть, зло будет пребывать и мы будем это видеть. Но есть у нас сила Духа Святого. И будут такие последние часы, когда будет велика скорбь. Это когда ни один человек не сможет мать радость от того, что он раньше мав. То есть, будет что-то делать. Если, допустим, раньше от этого он получал удовольствие или какую-то радость, то уже этого не будет. Он ни в чем не сможет найти радость и утешение. И будет велика скорбь в его души и пустота. А те люди, которые будут мать Духа Святого, они будут мать від Духа Святого натхнение, будут мать від Духа Святого радость, будут мать від Духа Святого майбутнє, надею, разумение. И мы про это свечу. Я про это свечу каждый день, что слава Господу, что Господь посещает сердце миром, спокойно, повертает. Бо я теж, людина, которая ступается, как и мы все. И, ну, Господь, коли мыкаемся перед Господом из разных обстоятельств, то Господь обновляет нас в мир, обмывает нас кровью Своей Иисуса Христа. И мы снова обретаем этот мир, спокойно, радость, натхнение маем. Мы можем в этом утверждаться, друзья. Я про это свечу вам, что Господь так и делает. И некоторый час назад были тяжкие обстоятельства у меня, испытания, атаки духовные, разные моменты, переломные, где моя вера была под сомнением таким, под переломом, оставаться в вере, что не оставаться. Но слава Господу, что я сделал свой выбор и Господь испытал. И лучше будет идти Божим шляхом, потому что иного шляха нет. И ты можешь смотреть на разные шляхи и не видеть, когда они ведут. Они ведут в пустоту, в обнищание. И только шлях за Господом ведет в будущую будущее. И я хочу сказать вам, друзья, что у нас есть... Мы все знакомы с жизнью, плотским жизнью, с жизнью своей плоти, когда мы спим, едем, получаем какое-то душевное удовольствие, какое-то душевное стремление, друзья. Но есть еще другое жизнь, есть духовное жизнь, которое мы стали познавать, когда пришли до Господа, когда Дух Святый нас живетворил, нас духовно. Мы начали почувствовать этот Божий Дух, Божий мир в сердце, это радость, такую духовную чистоту, это отдельное жизнь. И мы начали себя привчать именно отримать от этого духовного життя наполнение, радость, не от душевного и плотского, а от духовного. Это окременное духовное життя, которое держит христианин и начинает им жить. Я про это свящу, что это очень великое и яскравое, и оно превышает плотское життя, друзья. Я про это засвящу. Может, вы, брат, тоже засвящите? Не? Сегодня не? Доброе, друзья. То есть сегодня у нас будет хлебопреломление. Друзья, мы обновляем свой завес с Господом, друзья. И сейчас вы можете взять хлеб или вино, как вы приготовили. Сейчас сейчас будем молиться, потом сделаем хлебопреломление, потом я буду читать слово сегодня. Славно тебе, Господь, Бог мой. Дякому тебе, Господь, за все життя. Дякому за твой кровь пролотуру. Каемся в своих грехах, Господь. Прости грехи все во имя Суда Христа. Прости все сомнения, Господь, в тебе. Прости все, Господь. Прости все в тебе, Господь, сомнения, Господь. Прости нам недоверие тебе, Господь во имя Суда Христа. Прости сомнения всякие, Господь. Прости нам плохие мысли и огорчения. Прости во имя Суда Христа. Аллилуйя. Прости наше предложение во имя,ство Христа. Мы жаждем, Господь, ругательств от Тобой, Господь. Мы обновляем нас с Тобой за вид, Господь, крови во имя, су до Христа, Господь. Осени нас советом со своим чаянием во имя, Господь, во имя, су до Христа. Благостни Господь нас. Бачи Ты – Тебе. Пости, напад시�ебо, во имя, су до Христа. Обнови нас, Господь, ensure, пование на Тебе. обнови нас в вере, Господи. Обнови нас в жизни, Твоей, Господи, по tasting Grad 각 обнови нас в мире. В радости обнови Господь. Познание Тебя, Господи, Твоей нюрHE Судок Христа. Благослим наши земли, благослим наши пути во имя Судка Христа. Господь, если Ты видишь какое-то врушение, которое произошло Господь, то восполни, Господь, исправ, подчини во имя Судок Христа. Укрепи, Господь, усовершенствуй, Господи, во имя Судок Христа. И дай нам Rif서 разумения, Господь, как чаще и качественнее, Господь, за Тобой рухнулась своим Господом Христа и исполняй Твою волю, Господи, а не привычинять эти Цwoи сердца для Твоего духа, для Твоей силы, Господи, among us for the Christ и уб8 hingga твой радостью и бл8 все true ial BOEH Господи во имя Иисуса Христа Блéqu Hag our own. Обильный жизни в наш обильный духовный gig вашим нового жизни во имя Иисуса Христа наполня similarly нашей духовной жизни во имя Иисуса Христа, Господи мы благословляем Господь, Твое имя благословляем Пути Господь, благословляем близких, благословляем Братьев-то СССР по всему свиту, благословляем Братьев Кении, благословляем Украину, благословляем Филиппину и Океанию, благословляем Господь Африку, благословляем Америку, благословляем Господь Ризы народа военства Христа, благословляем Церкви Твоей по всей земле военства Христа, благословляем, чтобы твердо стояли Господь, чтобы воздавали Тебе хвалу Господь, чтобы наполняться от Тебя Господь, наполняться от Тебя Господь Господь во имя Иисуса Христа, будь участью с Тобой во имя Иисуса Христа, благослови нас Господь во имя Иисуса Христа, быть верным Тебе во имя Иисуса Христа, наполняться для Тебе Господь во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, уповаться только на Тебе Господь, опираться на Тебе Господь, бачить Тебе перед Собой во имя Иисуса Христа, благослови Господь нас в Тебе пребывати, благослови нас из Тебе, из Тебе не выходите, Господь, а постино жи ты все во имя Иисуса Христа. Вот и бачишь, что резнь обставана, резнь в суд, а мы живем, Господь, у греховному свите, Господь, там, где панует зло, Господь, то ты благослови, чтобы свит, который у нас сияет, Господи, побеждался, Господь, зло во имя Иисуса Христа, чтобы мы не сжимались, Господь, а чтобы в нас зло сжималось, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы наш светильник, Господь, он ярко сиял во имя Иисуса Христа, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, Чтоб наш светильник Господь сиял в силе Господь, сиял в правде во имя Иисуса Христа. Наполни Господь нас до краев Господь, до предела Господь, чтоб из нас, из нашего сердца изливался Твой дух Господь во имя Иисуса Христа. Чтоб мы были в силе соли Господь твоей во имя Иисуса Христа. Чтоб мы жаждали Тебя во имя Иисуса Христа. Наполняй нас Господь, аллилуйя. Господь обновил нас в силу соли во имя Иисуса Христа, чтобы она была острая, соленая во имя Иисуса Христа, чтобы она была тучная во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Жажда Тебя, во имя Иисуса Христа. Жажда Тебя пребывать в Тебе, Господь. Аллилуйя. Твоими путями ходить во имя Иисуса Христа. Благослови наше сердце, Господь, силу Твою, чтобы мы совершали выбор, Господь. Укрепи наши мышцы нашего выбора, Господь, чтобы выбирать Твой путь во имя Иисуса Христа. Когда мы будем ставить выбор leur грехом,케 soon мы выбрали твои чистотые силы господь,твою свежесть Пусть! Благослови нас Господь Scot да Христа. Наполни нас Господь воен Иисуса Христа. Аллилуйя. Болы Можьи, Друзья, Аллилуйя, Макачитэкэсэнсэнсэй, Аллилуйя, Принимаю, Главный, Аллилуйя. Аллилуйя. Болы Можьи, Друзья, Аллилуйя. Освящай путь перед нами, Господь. Освящай путь, Господь, нашему сердцу, Господь. Обнови нас в вере. Обнови, Господь, на наших сердцах скрижали, Господь, Твои начертания пути жизни, воли Твоей, Господи, нашей жизни во имя Иисуса Христа. Чтобы мы, Господь, четко видели, Господь, хождение, Господь, четко видели колею, Господь, цели, задачи, планы, знамения, Господь, во имя Иисуса Христа. Ориентируй, во имя Иисуса Христа. Для нашего завтрашнего дня, для нашей завтрашней недели, месяца, Господь, года, десятилетия, во имя Иисуса Христа. Дай бачу ты, Господь, во имя Иисуса Христа. Напаряд, Господь, аллилуйя, укрепляй нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Вооружи нас, Господь, разумением, как обустроить свое хождение, Господь, как обустроить, как облачаться в одежды, Господь, Твоей силы для служения, Господь, Твоей праведности, Твоих всех духовных инструментов, духовные одежды, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы совершать служение, чтобы совершать духовное воистовование, во имя Иисуса Христа, чтобы жить духовной жизнью, во имя Иисуса Христа, чтобы наполнять на себе Твоего Духа, Господь, жажда стремиться к Твоему Духу, во имя Иисуса Христа, вкушать Духом Твоим, во имя Иисуса Христа, аллилуйя, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, освети нас, Господь, во имя Иисуса Христа, Мы жаждем Тебя, Господь, жаждем познания Тебя, Господь, жаждем силы Твоей, жаждем явления Тебя, Господь, жаждем явления Твоего, Господь, во имя Иисуса Христа, в этом мире, Господь, в этом соседе, в Сербии и Подяге, Господь, на Трещине, в Киеве, в Кении, Господь, в Филиппинах, Господь, в Замбии, Господь, Аллилуйя, в Америке, Господь, в Европе, во имя Иисуса Христа, благослови, Господь, Аллилуйя. Бачиты Тебе, благоцеливи Господь в нашем мире, выткрываться для Тебя во имя Иисуса Христа. Наполняй нас Господь, освежай нас Твоим свежим вином, Твоей елеем, Твоей силой, Твоей благости, Твоей благодати, Твоего мира, покоя, Твое нерзновение, Твоего откровения во имя Иисуса Христа. Благоцеливи Господь нас, четко бачиты Господь, четко разумитый Господь. Посещай нас своими видениями, Господь, откровениями, Господь, завлекай наше сердце, приняй, Господь, Слово Твоим, приняй наше сердце, Господь, во имя Иисуса Христа, твоей жизнью в Тебе, Господь, приняй наше сердце жизнью в Тебе, а не в миру, Господь, а приняй наше сердце опознавать Тебя, восхищаться Твоей жизнью, Господь, восхищаться Тобой, Господь, Твоими делами, Господь, Твоим служением Тебе, Господь, восхищай наше сердце, во имя Иисуса Христа, зажигай огонь на своем Иисусе Христа, чтоб мы стремились к Тебе, жаждали Тебя, Господь, восхищались Тобой во имя Иисусе Христа. Мы дякуем Тебе, Господь, за Твой кровь, пролитую на кресте Голгоф. Дякуем Тебе, Господь, за Твою жертву, Господь, за Твой план, Господь, спасение. Дякуем, что Ты все это держишь, что Ты все в Твоей руке, Господь, во имя Иисусе Христа, что Ты есть Альфа и Омега, начало и конец, Господь. Дякуем Тебе, что Ты истинно, что Ты правда, Господь, что Ты праведность, Господь, что Ты Аллилуйя, что Ты вне времени, Господь, что Ты есть основатель, что Ты создатель земли, Господь, создатель всего мира, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы Тебя дякуем, Господь, Аллилуйя, мы Тебя взываем к Тебе, Господь, жажда познавать Тебя, Твою жизнь, Господь, духовную жизнь Твою, Иисуса Христа. Жаждаем Тебя, взираем на Тебя, Господь, обывание на Тебя, Господь нашего, Иисуса Христа, Аллилуйя, просвещай наше сердце, просвещай наш разум, Господь, Аллилуйя, осеняй нас, Господь, Аллилуйя. Аллилуйя, Господи, Твое солнце с правдой, Господь, нам нами. Мы вышли, как тучные тельцы, Господь, упитанные, Господь, ибо мы уповаем на Тебя, Господь, благоговеем пред Тобою, Господь, во имя Иисуса Христа, Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Я блест Бангладеш, Я блест Перу, Я блест Пакистан, Я блест Юганда, Я блест Белоруссия, Я блест Россия, Я блест ЮСА, Я блест Европы, Я блест Австралия, Я блест Вануату, Я блест Кирибати, Я блест Маршал Айленд, Я блест Новору, Я блест Нью-Зеланд, Я блест Самоу, Я блест Саламон Айленд, Я блест Тонгар, Я блест Тувалу, я блесью федеральштейны макро些ии, я блес Villов Series я блес collecting their fairytale заявilah я блес 베 dividends, я блесboncho, я блесουμε ребят я блес ip Abraham, я блесendes, я блес потан и битков я блесни Leila 판, я блес евг . я блесинг агфелл агфелл я блесший кол Deutsche я блес Ollie, я блесates от И ru пришел я блеслись о бизнесе, я блесницаcool Я блесю Палаван, я блесю Полильо, я блесю Рамблок, я блесю Капитал Раджет, я блесю Центролузон, я блесю Саутный Тагалок, я блесю Висай Айлендс, я блесю Билиран, я блесю Бахоль, я блесю Гемораз, я блесю Лейте, я блесю Некрон, я блесю Панайб, я блесю Самар, я блесю Сёбу, я блесю Минданау Айлендс, я блесю Давау, я блесю Динагат, я блесю Зобанга, я блесю Нортон Минданау, я блесю Сьергау, Я благослову тебя, друзья Аллилуйя, я благослову тебя Бахарки нонежи, дизиз лорд, аллилуйя Дизиз лорд Слава тебе Господь Дякуем тебе Господь, аллилуйя Дякуем тебе Господь, аллилуйя Дякуем тебе Иисус Дякуем тебе Иисус Дякуем тебе, аллилуйя Дякуем тебе Господь Дякуем тебе Иисус Дякуем тебе Иисус Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Дяком Тебе! Слава Господу! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Дяком Тебе, дружи! Аллилуйя! Аллилуйя! Разве издевают, значит Дух Святой поверишься! Да! Хорошо! Слава Господу! Называется тема проповеди. Рассудить, открыть дверь явления Духа и Силы Божьей. Рассудить, открыть дверь явления Духа и Силы Божьей. Амен! Как Вы разумели, это местописание 1 Коринфянам 2 глава. Я начну с 1 стиха по 5 и потом начну по теме разбираться. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и великом трепете. И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и Силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, друзья. Вот, я еще раз почитаю, друзья, чтобы вы разумели ваше внимание, будьте внимательны. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и Силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Что мы бачим, друзья? Первый стих. И когда я приходил к вам, братья, Павел что пишет, он и, он говорит, и когда я приходил к вам, братья, только тут и союз нас связывает с тем контекстом, который был до этого, то есть это часть, как бы уже, как Павел делает вывод, как бы, ну как бы, на основании событий определенных он робит выставок, и мы все бачим у первой глави, то потом Павел говорит, что он увидел, что тогда у Каринфинов были разные разногласия, то есть одни говорили, что там, мы там, Павловы, другие говорили, что мы, Кифовы, то есть у них были разделения, и Павел говорит про это, что, чтобы так между вами не было разделения, и он говорит, что, это мы бачим у Пеша глава, это 12 стих, что, я разумею, что, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов, разве Христос разделился, разве Павел, разве Павел за вас распялся, или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никогда вас не крестил, кроме Каспа и Гая, дабы не сказал, что я крестил в мое имя, и Павел пишет, что он не к кому-то крестил, и в 18 стихе, 1 корица Павел пишет, что, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отверну. И Павел пишет, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то был глотным Богом и родством проповеди и спасти верующих. То Павел, ибо одни требуют чудес, елены ищут мудрость, а мы, а проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазнов, для еленов безумия. И не мудрое Божие, Бог употребил, чтобы пострадать мудрое. Об этом пишет Павел, перед этими стихами. Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Ибо, чтобы было, как написано, хвалящееся, хвались Господом. О чем Павел говорит до этого? И тут, именно во второй главе, он это больше, уже делает выводы, больше выводит именно. Что вы бачите, что одни, у них пошли разделения, одни говорят, что я Павлов, я Кифов, мудрость. А Павел акцент делает, чтобы, и я пришел проповедовать не мудрость Божью, вернее, не мудрость человеческую, но премудрость Божью. И об этом Павел акцентирует, и это для нас выводит во второй главе. Павел, я прошу ваше внимание на втором стихе, я буду его разбирать, второй стих, второй, третий стих. Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. Ибо я рассудил, Павел пишет. Что такое рассудил, друзья? То, кто рассудил, это греческое слово, рассудить. Экрино, это отделить, выбирать, рассуждать, полагать, решать, делать вывод. Приводить к заключению, судить, производить суд, осуждать, обвинять. А также на иврите, друзья, я смотрел это, как это слово подъявляется, значение этого слова на иврите, это слово шафат, шафат. Это тоже осудить, рассуждать, решать, осуждать. То есть Павел себя готовил, он думал, как вот, когда я буду приходить в Каринфин к братьям, он рассудил, он рассуждал, друзья, он судил, как бы он рассуждал, он делал выводы, он планировал, друзья, он планировал, как ему прийти к нам, как ему прийти к Каринфинам, что он будет им говорить. И мы видим в первом стихе, что Павел пишет, что «И когда я приходил к вам, братья, приходил вам возвещать святительство Божье, не превосходствие слова или мудрости, Ибо он рассудил быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, а при том распятого. То Павел решил, что он не будет к ним приходить и умничать, говорить таким красивым слогом, или красивой риторикой, или такими окружевами такого смысла глубокого, как философия, или как стихотворство, или как красноречие, или как, допустим, философия, или как что-то такое. Ну, слогом красивым таким, или... Он решил, так не будет поступать, и не будет от людей такую мудрость говорить. То есть он решил, как бы, он рассудил, друзья, чтобы приходить, и он рассудил, чтобы быть не знающим ничего из этого, кроме Иисуса Христа. Тобто мы бачим его, чтобы он делал акцент на Иисуса Христа, кроме Иисуса Христа, при том распятого. Тобто Павел рассудил. Павел, ибо он рассудил быть. Тобто он рассудил, когда он присутствовал там, он рассудил не опираться на превосходство слова, или на мудрость человеческую. Не опираться на убедительные слова человеческой мудрости, как он дальше об этом тоже пишет. Он не будет на этой опираться. Он только будет фокус держать на Иисуса Христа, при том распятого. Он так рассудил, и он так сделал, потому что это написано уже о прошедшем, он уже это совершил. Он об этом их освежает в памяти, что когда он был у них, он так рассудил, он так спланировал такое совершить служение, по такому плану, по такой стратегии у них быть. Быть, чтобы на первый план вынести Христа распятого. Тобто он, получается, он перед собою держал Христа распятого в своей вере, в своем зоре внутреннем. Он взирал на Христа. И дальше мы, что мы дальше читаем. И был ли у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, друзья? Что это значит, эти слова? Мы уже соприкосулись на прошлом слове, которое я читал вам, что это и есть значение еврейского слова. Бахат, друзья. Что значит бахат? Бахат значит трепетать, дрожать, ужасаться, страшиться, бояться, приводить в трепет или дрожать. То есть благоговеть, бахат. Мы видим в этих строчках еврейское слово, которое значит благоговеть. Тобто Павел пишет, что я рассудил быть у вас не знающим ничего, отказаться от всего, от всей мудрости человеческой. И взирать только на Христа. И быть в благоговении пред Богом, находясь у вас. Это значение этого словесного оборота третьего стиха. То кто-то быть у вас в немощи и в страхе, в великом трепете, это значение быть в благоговении пред Богом. В этом таинство этого послания и этого места. А для чего так нужно было ему, друзья, делать? Я напомню, что тема сегодняшнего слова это рассудить, открыть дверь явления духа и силы Божьей. И мы этого жаждем, друзья, в наше время, в наш час мы в этом нуждаемся, в этой двери, чтобы, особенно тех, кто пребывает у Бога в служении, находятся на линии служения, это, прежде всего, мы в этом нуждаемся, в этой двери, чтобы было явлено, дух и сила Божья была явлена, друзья. А тут об этом Павел пишет, что он тоже так, он стоял перед этим, как же был быть? А почему так, друзья? А Павел объясняет, они же стихами, уже в четвертом стихе он констатируют, что и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах о человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. То, кто Павел пишет, что его проповедь была, что он проповедовал явление духа и силы, то, кто проповедовал свидетельство Божье, когда Бог о себе свитчить явлением духа и силы. То, кто, почему так получилось? И для чего это так нужно? Павел пишет дальше, в этом стихе, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мы видим из этого, что наша вера может утверждаться только на явление Божьем, на явление Божьей силы. Только от этого может вера расти. И Павел решил, что я не приду к ним, чтобы умничать от себя, умничать какими-то риториками, или умничать красивым слогом, или умничать красивым поведением, или какими-то кружевами смысла. От этого не будет вера расти. Он рассудил, что я приду, чтобы служить, чтобы быть открытой дверью. То, кто Павел пришел, и он от всего отказался. Он взирал на Христа распятого. Он взирал перед собой Христа, и был в благоговении пред Богом. И мы знаем, что такое благоговение. Мы это смотрели на прошлых собраниях, когда мы это слово разбирали, что такое благоговение пред Богом. И так мы, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоговению Богу, с благоговениями и страхом. И он в одни плоти своей сильный вопли, и со слезами принес молитвы и моления, могущего спасти его смерти, и услышал был за свое благоговение. И очень важный стих для нас, ключевой, как звезда, наш стих. Это Малахия, голова 4, стих 2. А для вас благоговеющий пред именем Моим взойдет солнце правды, исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как телецы упитанные. То, кто на теме, кто благоговеет, именно на теме восходит солнце правды. То, кто восходит явление Божье. Общается, таким образом, это как бы дверь, друзья. Павел был этой дверью для них. Он себя отдал Богу, отдал свое тело, отдал свою жизнь Господу, чтобы выкидать дверью для тех коринфянам, чтобы они были в встрече с Господом. Чтобы он, взирая в живую веру, имея на Господа распятого и благоговеет перед ним в своем сердце, в трепете, согласно, чтобы и Дух Божий, и явилась Божья сила, явилась Божий Дух для коринфянам. И они познали, они соприкоснулись, соприкоснулись с Господом, соприкоснулись с Его праведностью, с Его Духом, с Его чистотой, Его святостью, Его миром в сердце, соприкоснулись, увидели исцеление, покаяние увидели, чудотворение побачили. И от этого только будет рост веры. И как это нужно для нас, друзья. И об этом Павел пишет ниже, что это все, но мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. То, что явление славы, солнце воссияет, солнце славы, это есть те духовные механизмы, которые мы, как Божие служители, проповедники, пастора, евангелисты, миссионеры, апостолы, верующие в Бога, мы этими рычагами мы осваиваем. Мы в этом нуждаемся, чтобы не обманывать людей, чтобы не манипулировать людей, чтобы не заниматься какими-то разводками, чтобы быть той дверью, чтобы Божий Дух протекал через нас, чтобы была правда, чтобы мы не занимаемся лукавством никаким. Мы не лукавствующие, мы от этого удаляемся. И мы проповедуем ту жизнь, которую сами имеем. Если мы имеем внутри себя жизнь, то мы ее проповедуем. Мы делимся то, что мы на самом деле имеем, друзья. И мы должны на этом акцентировать свое внимание, свое служение, свое вхождение с Господом в своей тайной комнате, чтобы именно быть дверью, чтобы взирать на Господа, перед Ним благоговеть, чтобы была явлена Дух и Сила Божья в жизни тех людей, которым мы служим, в нашей жизни. И мы нуждаемся в этой жизни сами, чтобы иметь в себе жизнь, чтобы обновляться в ней, чтобы ее вкушать, ее дышать, чтобы в ней расширяться. И в этом наш интерес, в этом наш интерес, друзья. То, кто Павел рассудил, и мы также сами должны рассуждать, как написано, чтобы мы смотрели, все испытывали, лучшего держали, чтобы мы испытывали, взвешивали себя, чтобы взирали на себя, себя проверяли. Проверяли. Для чего? Для того, чтобы быть в правде, чтобы идти путем правды, чтобы шагать уверенно, чтобы четко знать, куда нам идти, чтобы не уходить в сторону, чтобы понимать, что мы уходим в сторону или не уходим в сторону, чтобы мы работали правильные выборы. Мы правильные решения принимали. Для этого все надо. И Павел рассуждал, и он рассудил, он рассудил быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. Тобто он познавал эту жизнь, познавал эти механизмы, эту открытую дверь веры, когда является Божий Дух, Божья сила, это Божье величие, это великое, так вот, быть в этом, быть в трепете, в страхе перед Господом. Давайте, друзья, будем осваивать это все, чтобы это была частью нашей жизни, это практиковать. Мы это практикуем в тайной комнате, стараемся, чтобы тайная наша комната, наше поклонение, оно увеличивалось и как бы заквашивало весь наш день. Когда мы должны на работе, когда мы в быту, когда мы на улице, чтобы мы пребывали в этом состоянии внутреннем, поклонение Богу. Чтобы мы взирали на этот мир, на наши все действия через призму Христа, как бы изнутри Бога за это смотрели. Будем давайте к этому стремиться, чтобы, и Павел хотел этому же и научить, как он пишет, чтобы я, он рассудил быть, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, а потом распятого. «И был я у вас в немощи и в страхе, в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Друзья, так же самое мы будем стремиться к тому, чтобы взирать на Христа, когда мы служим людям, когда мы ходим, живем в этой жизни, чтобы сила Дух Божия, сила Божия, она беспрепятственно через нас протекала и совершала свое действие согласно своей воле. Чтобы мы были светом, мы были книгой, ибо светильник не ставит под стол, но на столу, чтобы освещал все вокруг. То есть свет – это активное явление. Свет светит, и чтобы он светил во имя Суды Христа. И мы будем так к этому стремиться, друзья. Я хочу сказать еще больше этого, что сейчас такое наше время, наше служение, что у нас есть примеры, вот именно мир нуждается в спасении, наша Украина, общество нуждается в спасении, исцелении. И мы видим примеры, как, допустим, люди, которые были, Богу не служили, допустим, как, я видел недавно свидетельство одного ветерана Вермахта, как вот именно он был вовлечен в открывание Гитлера на злые дела. И мы видим от всего этого последствия, к чему бы его жизнь пришла, к какому краху, поражению, к смерти. А мы, наоборот, мы, имея свет в себе, мы этот мир меняем на лучшее. Мы совершаем спасение людей, совершаем изменения на спасение, на явление Славы Божьей, там, где есть жизнь. И люди, даже которые делали зло, он рассказывал свидетельство, что они были вовлечены, они этим горели, они от этого обучали удовольствие, совершая эти злые поступки. А мы, мы вкушаем от Господа, мы восхищаемся Господом, и мир нуждается в том, чтобы мы были дверью, чтобы мы были открыты дверью для явления Божьей силы, Божьего Духа, для этого мира, для этих людей, среди которых мы находимся. Да, друзья, я желаю этого для всех нас, чтобы Божий Дух, Он через нас, Он совершал работу ко спасению согласно своей воле, ибо мы знаем, что только Господь знает, только Господь знает, что будет приводить ко спасению. Только Господь знает сердца людей, которые находятся в Украине, в Киеве, на Троещине, которые находятся на Филиппинах, которые находятся в Кении. Только Бог знает сердца, только Бог знает те механизмы, те рычаги, которые сердце человека склоняет к Господу и ведут его ко спасению. И Бог нам открывает тем, кто служит, тех, кого Бог употребляет в этом служении, ко спасению этих людей, Бог открывает понимание тех механизмов, тех событий, которые Бог допускает, чтобы они совершались. Это не только в наших глазах, допустим, события, которые долгополучны, там, рост какой-то экономики или какие-то мирные процессы, но так же самое Бог допускает и негативные в наших глазах, это войны, всякие катаклизмы. Мы даже знаем на примере, когда, допустим, когда Неневия покаялась, когда было слово к ним, что будут такие-то бедствия, и будут суды, и Неневия покаялась тогда. И Бог, на примере мы видим в Ветхом Завете, Бог допускает именно во благо людей такие бедствия, проклятия даже, и смотрит на человеческое сердце. А тех, которые отошли от Господа и потеряли свою Божью природу, тех Господь и стремлял, тоже мы видим в Писании. Но сейчас, слава Богу, Господь за нас стоит, Господь за нас заплатил кровью, своей кровью, чтобы мы имели спасение, Бог нас выкупил. Сейчас у нас идет новое время, друзья, и я всех призываю стремиться благовыть пред Господом и взирать на Христа, и постоянно рассуждать над своим вхождением, над своей жизнью для славы Божьей, чтобы быть и самому идти в спасение, а также, чтобы и других людей тоже к спасению привести, в этом служить. Я призываю всех во имя Иисуса Христа. Я помолю за вас, друзья, на всех. Во имя Иисуса Христа призываю, Господь, Твою силу, Твою благодать, Господь, чтобы мы все ходили, Господь, Твоей правде, чтобы мы взирали на Тебя, Господь, как Павел решил от всего отказаться и знать, окромя Тебя, Иисус, Тебя, Господь, и притом распятого, и быть в трепости, в немощи, и быть в благоволении пред Тобой, Господь, Иисус Христа. Я призываю, Господь, Твою силу, Господь, в нашу жизнь, Господь, чтобы мы, Господь, были в благоволении пред Тобой, в Своем сердце, в Своем разуме, в Своей жизни, Господь, чтобы были взирающими на Тебя, Господь, научая нас этому во имя Государства Христа, научив нас этому во имя Государства Христа, быть в этом специалистами во имя Государства Христа, быть в этом специалистами, Господь, чтобы были специалистами, чтобы от Тебя жизнь принимали, вдыхали Твою жизнь, вкушали от Тебя этот дух, Господь, твое благость во имя Государства Христа, твою силу во имя Государства Христа, Твой мир, твой покой, Господь, чтобы мы в нем пребывали, мы в нем отдыхали, находили отдых. Благослови, Господь, так устроил наш быт, Господь, так устроил наш уклад в жизни, Господь, чтобы мы насыщались и вкушали от Тебя, Господь, Твоего Духа, Господь, во имя Своя Христа, чтобы мы находили отдых в Тебе, находили отдых в Духе, Господь, во имя Своя Христа. Благослови, чтобы наша плоская жизнь, наши плоские стремления тела, Господь, чтобы они отводили нас от тебя, Господи, во имя Сухи Христа. Чтобы в насущество, наша плоть была у тебя в подчинении Вовcellом Духом Христа. Чтобы мы брали от тебя Твоего Духа, Господь, а только потом засчищали тело во имя Сухи Христа. Благослови нас, укрепи нас в этом порядке духовного, во имя Сухи Христа. Чтоб мы прежде всего были духовные во имя Сухи Христа. Мы знаем, Господи, что Ты ведешь постепенно, научаешь. Ибо написано, что сперва душевный поток, вот там духовный, благослови нас Господи, и нас утверди духовного вместо Христа, и благослови, чтобы наша душевная плоская жизнь, Господи, она была в гармонии и согласная Твоей воле во имя Своей Христа, именно Твое устройство, Господи, во имя Своей Христа, благослови нас в этом утверди во имя Царствия и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Слава Господу. Друзья, будем завершать собрание. Помолюсь за всех вас, Господь. Господь, во имя Иисуса Христа призываю Господь Твою силу, Твою благодать Господь во имя Иисуса Христа. Благослови Господь нас наполни. осмотреть, а не напасными на то пути всякие плодиала против нас лишая силы прямо сейчас в имени Иисуса Христа против всех Господь во имя Иисуса Христа лишая силы, плодиала призвать Твою благодать Господь на этот день, на 100 дня на следующую неделю Господь на следующий месяц во имя Иисуса Христа благослови на следующий месяц в имени Иисуса Христа призвать Господь Твою силу, Твою благодать во имя Иисуса Христа, Твое устройство покрой своим миром, покоем во имя Иисуса Христа наших близких, наших домов наши пути Господь во имя Иисуса Христа Благословляем Господь твое имя Благослови нас во имя Отца и Сына Духа Святого Аминь Хорошо, друзья Бай-бай